Это январское видео. О сокращениях говорили уже тогда. А сейчас почти 200 сотрудников хлебокомбината подписывают уведомления о ликвидации завода. Работы не стало еще на прошлой неделе. Люди пришли на работу, переодеваются, приходит начальница и говорит, сейчас мы делаем квасник и делаем сытную. Это полчаса работы. И расходимся по домам. Мы все в шоке, как по домам. Все, сырья нет. До первого числа мы не работаем. Все, первого числа объявляют, что всех убирают наши цеха. Все вывезено, уже отключено, обрублено электричество к цехам. Цеха закрыты. Три цеха из четырех уже не функционируют. На закрытии последнего два месяца. Будет ли в это время работа, неизвестно. Директор ликвидацию не комментирует, хотя о крупных долгах завода известно. А власти разводят руками, мол, частная собственность. Если акционеры приняли решение о его закрытии, продаже, или решили предпринять еще какие-то действия, это их решение. Факторов, вызвавших его принятие, может быть много. Насколько нам известно, собственники не сумели решить накопившиеся у них экономические проблемы. При этом решать проблемы пробовали сообща в январе, когда впервые заговорили о закрытии завода. Спецкомиссия Министерства по пищевой промышленности тогда довольно быстро указала на недоработку предприятия. Есть вопросы к маркетинговому поведению предприятия на рынке, потому что, да, с одной стороны, у них высокого качества производства хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, но, к сожалению, многие потребители, потенциальные потребители об этом не знают. Почему на площадках, центрах, магазинах нету нашей продукции? Это в ком, вина. Это вина торговых точек, а не наших. А у нас продукты мы можем выпустить 20 тонн. Но 20 тонн – норма пятилетней давности. В последнее время она составляла 7. Поэтому сотрудники уверены, что закрытие планировали давно. В сентябре городу нужно трудоустроить 173 человека, а Рубцовску внести в список еще одно закрытое предприятие. Анастасия Драган, День с толком.